Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. В этот приятный пятничный вечер поговорим о добром и светлом. О том, как хорошие поступки помогают людям стать ближе к звездам. Об уникальной акции в сегодняшней программе. Представьте себе, вы пришли в кафе поужинать, а в качестве официанта к вам выходит не улыбчивая девушка или паренек, а кто-нибудь из известных людей шоу-бизнеса. Приходят, принимают заказы, даже забирают грязные тарелки, не морщась. Такую акцию провели в одном из самарских едальных заведений. Городские знаменитости, журналисты, имиджмейкеры и шоумены, все как один надели фартуки официантов, но только на один день. Репортер разбирался, в чем дело и узнавал, ради кого молодые люди пошли на такой необычный эксперимент. У самарского шоу-бизнеса кризис до такой, что деньги приходится зарабатывать на обычных мирских работах. Ночью вечеринки, а днем общественно полезное дело, но со стабильным доходом. Хоть и звезда, но работящие исключения ни для кого не делают. Обычная форма официанта и положенные чаевые. Правда, их приходится отдавать на хорошее дело. Оказалось, что ничего сложного нет. Но немного, наверное, волнительно работать, чтобы успеть все. Глобальную смену профессии рабочего гардероба в рамках одного дня затеяли самарские трендсеттеры. Стилисты, журналисты и ведущие. Передовики людских мнений взялись за благотворительность. Они решили по-рабочему капитально поменять ей имидж. Смысл нафталиновый налет прагматизма. Мы приходим сюда вечерами и пьем свежевыжатые соки. Ну и как бы вместе с учредителями ресторана, там, не знаю, менеджментом, да, пришли к выводу, что нам нужно сделать вот такое мероприятие, благотворительный марафон. Ради такого дела в одном месте собрались все модные люди города. Шоумен Евгений Казаченко, бренд-менеджер Ольга Гладкова, ведущий Александр Чумак, издатели Екатерина Борода и многие другие. Оставив пафос на работе, они переоделись в форму официантов. Работали старательно, так что даже прониклись процессом. Нет, у меня все хорошо. У меня вот мужчина напился очень сильно, купил 25 пряеньков себе. Это же все в любом случае, но официантам работать интересно. Я подумаю, чтобы уйти туда. Мы не ожидали, мы думали, что это будет как-то так немножко натянуто. Нет, все прям с радостью все делают. Нам очень приятно. Да, побили пару чашек, но это нормально. Мы сами с этим постоянно сталкивались в первое время. Марафон организован в помощь детям противотуберкулезного диспансера. Малышам, которые лежат там круглый год, хотят подарить возможность почувствовать себя детьми. Деятельные самарцы собирают средства на игровую площадку. Строительство обойдется почти в 5 миллионов рублей. Потому организаторы пустили на заработки всю звездную энергию и свое обаяние. Друзья, оставляйте чаевые на баре. Вы сегодня помогаете детям. Не проходите мимо. Господа старательно оставляли чаевые. За один день они привлезли больных детей к мечте и собрали 100 тысяч рублей. Правда, после себя оставили энное количество разбитых чашек, которые обещали восполнить с обычных чаевых, уже не в качестве официантов. Творите добро, и вам воздастся. А я на этом прощаюсь. Увидимся в понедельник. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok